где-то мы рядом уже друзья ну конечно да сейчас пока мини карта нам принципе пригодится потому что естественно можно будет я за просто не смогу ориентироваться иначе нам это под ну то есть потом то конечно возможно будем здесь конечно нужно будем отключать перед ну в принципе как день как дело так и будет периодически отключать подключать потому что конечно мир такой огромный это сложно ориентироваться так суши смотри но допустим сейчас он нам ни к чему а а фаналл шик диджит да а я очень хорошо добро пожаловать в новом доме я надеюсь что вы очень счастливы здесь а вы хотите мне делать его говорить о нет сейчас все что мы получим слез мальчик мистер williamсон Тай этот магgot в какой-то месте, в безопасности. Мы его пугаем первым. Я тебе скажу, мой друг, кто вырвет, ребят, что нужно вырвать, вырвать ребят, что нужно вырвать, и вырвать их, что нужно вырвать. Мы узнаем, что вы нужны. Я не виноват! Один О'Дрискел, в моем доме! Я не виноват, господи! Я виноват этот ребят! О, что ты говоришь, сын! Доброе утро, Арсен! Я просто извиняюсь, что мы потерялись на звонках. О, достаточно времени для этого. Теперь, я должен понять, если мы сможем ударить этот трейн! Хорошо. Доброе утро, Арсен. Так, смотрим. Доброе утро, Арсен. Доброе утро, Арсен. Так, смотрим. Доброе утро, Арсен. 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 Доброе утро, Арсен. 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 Инагин. Никак Вас? Google Engine. Арсен. Арсен. Доброе утро! Не его записывай, Арсен. Окей! Арсен. precision Sneakern. Ну что, друзья, готовы? Мы с вами готовы показать, из чего мы стоим? В прошлый раз что-то как-то у меня сумбурно все, и не очень-то технично получилось. Ну, посмотрим, как с поезда. Ну, в принципе, я думаю, все пройдет на ура. Так, хорошо, сейчас мне надо с вами, с вами, знаете, что нам надо? Мне правильно прицел удерживать. Вот что нам надо, а не точками манипулировать и маневрировать. Нормальный прицел, так, чтобы я мог им головы сносить. Так, поезд пройдет, что там? Границу Гризли. Ну, Дадж действительно голова, смотрите. Все продумал до мелочей там. Каждому свое место объявил, да, в команде? Не зря мы уже в этой шайке и лейке, сколько он, 20 лет с ними путешествия? Главный герой. Смотрите, погодка-то изменилась. Красота какая. Ух ты. Класс. Какая цветопередача реалистичная, согласитесь. Да? Кинематографическая. Все это выглядит, как на экране большого, как в кинотеатре, да, он нанесло? Так, ладно, слушаем, чтобы не понять, а то сейчас я... Опять мы проговорим все, а он-то может что-нибудь важное скажет. Это что я называю «кру». Майка Белл, Чарльз Смит, Артур Морган, Javier Эскуэлла, и что, по-моему, молодой Ленни, здесь? Всегда первый человек на своем пути. Просто счастливый, что мы вернемся, Дэкш. Ты уверен, что ты готова для этого, ребенка? Конечно, я готова. Ух ты, друзья, поздравляю, поздравляю вас, скоро мы с гор спускаемся, да, и... И будет другой климат с вами ощутим. Детний вариант нам больше подойдет, наверное. В принципе, мы всегда можем и в зиму вернуться, тут же мир открытый, правильно, там задания разные. Так, все, деньги в надежном месте. Где-то рядом они не будут уже, да? Все надо сделать по-тихому. Желательно, чтобы законников не привлечь, да? Без шума и пыли, так все. Аккуратно, то есть, провернуть дело. Конечно, я сомневаюсь, что получится без шума и пыли, но все же. Так, водонапорная башня. Что он там сказал? Хорошо, это нам с вами делать, да? Узнать, как дела у Билла, ну... А он, получается, там, видимо, минирует, да, скорее всего. Закладывает динамитик так, чтобы пояс нам остановить можно было. Я так думаю. Сейчас, видимо, придется помогать ему. Ребята пока остаются на местах, а мы, наверное, с вами... Пойдем, поможем Биллу. А, ну, видите, да, впереди, там, я смотрю, детонатор. Сейчас мы, наверное, как-то подсоединить надо было, да? Да, вот. Размотай провод, подсоединить. Ну, правильно, так и надо. Сейчас мы сделаем все. Все правильно, да? Катушечка. Протянем, подсоединим, займем укромное место, дождемся поезда. И должно все пройти удачно. Но тут, наверное, все должно пройти удачно, но не совсем, да? Все-таки экшен должен уже какой-то нам пощекотать нервы надо, да, будет с вами? Ну, присоедини, что скажешь далее. Ну, динамита там на целый мост, арлингтонский, да? На целый мост, видели, сколько он там заложил? Чуть посмотрим, осмотрим эти красоты. Зарядимся положительной энергией от природы. И начнем шевелить эту, эту гадость. Да, потихонечку, друзья. Все. Вот, точно больше ничего тебе не требуется. Ну, короче говоря, сам схватился. Хорошо, двигаемся обратно к ребятам. Парни уже заждались, думаю, что он там возится с ним. Сейчас уже поезд должен подойти, да? А ты как-то не очень спешишь. Все надо делать быстро и аккуратно. Так, я, наверное, здесь не пролезу, да? Почему не пролезешь? Пролезешь. У меня лошадка боевая уже постепенно. Мы же воспитываем ее. С каждым разом там доверие повысилось, да? Выносливость у нее, соответственно, там все другие показатели. Физика, да, у нее тоже она... Смотрите, как я ее повел специально намеренно, чтобы она закалялась. Боевой дух у нее. По всяким... По бездорожью, соответственно, надо все время двигаться, да, наверх? Так, ну что, слушай. Думаю, все варим будет. Так, полы, два, десять метра на минуту. Закройте лица. А, ну это мы уже делали с вами, да? Закройте лица, у нас имеется бандана. Так называемая бандана. Только я ее... А, вот она у нас в предметах. Хорошо. Все сделаем сейчас красиво. Все сделаем аккуратно. Друзья, это время. Добро пожаловать. Все. Все знают, что делать. Так. Пришло время. Ну? Опа. Ну что ж такое, били-били. Ну разве так можно? Или это... А, а причем здесь били, когда я подсоединял? Подсоединял. Именно контакты не так... Неправильно, да? Я подсоединю взрыватели. Ну, в смысле, к детонатору. Ну, придется на своих двоих. Погнали, друзья. Погнали, мои дорогие. Сейчас будем шевелить это сильное гнездо. Нам бабла... Бабла надо снять с пояса, да? Да и документы какие-то, да? Там много. А нефтедобыча, да? А нефтедобыча? Что-то он там говорил. Ну, не важно сейчас. Давайте разбираться. Все, смотрим. О, блин. Один отстал. Не успел. Соскать звук, короче. Так, одни с ним. Так. О! Это кто у нас? Ленин. Схватить Ленин. Подожди. Браток. Сейчас я тебе помогу. Держись, держись. Все будет хорошо. Давай сюда. Тянуть. Тянем, тянем, тянем. Сейчас мы вытянем. Так. Притормози чутка, братуха. Мне надо ствол, наверное, взять. Что-то он не так быстро все делает. Я сейчас опять начну тут, блядь, с этим геймпадом. А, он вам приводил это. Класс, молодца. Так, ребят, давайте, наверное, сразу бой или что. Можно ограбить. Можно ограбить, пока успеем, да? Там что-то... Что-нибудь для себя интересного снять. 42 бакса. Ну, конечно, успеем. Это надо взять. Конечно, не вовремя я это делаю, обыскать ящик. Но я думаю, это тоже относится, как бы, к процессу этого, да? Ладно, это, скорее всего, неуместно сейчас. Давай-ка потом будешь обыскивать. Но потом не будут возможности, наверное, да? Потом уже возможности-то не будет. Так, кого он там увидел? Пока тишина. А, вижу, вижу. Так, ну что, берем с вами, наверное, револьвер. И аккуратно работаем. Так, сервис, с помощью L2, нажмите R3, чтобы активировать меткий глаз. Раз, L2, R3. И что это дает? Ага. А, надо было еще нажать там, да? Активировать его. Я просто пометил, да? Так. Стоять, падла. Это. Я просто пометил его. Надо еще было активировать его, да? Это для нас. Чтоб он сработал. Видимо, от бедра начнет шмалять быстро. Ну, то есть, в быстром режиме. Стрельбу отходит, скорострельный. Отстрелялся бы, да? Ну, давай так поработаем. Что надо? Ну и так. Вот, смотрите. Раз, два, три. Оп, оп, во. Класс. Ну, это вообще просто эпично смотрится. Это как раз тот момент. Как работает настоящий ковбой Билл. Как работает настоящий ковбой Билл. Из фильма Тарантина. Ну, ребят. Не вери, как он их расстрелял. Это такая специальная... Ну, кстати, вот эти вот способности, они... Так, шапка, шкала... Бля, меня убрали. Да пиздец. Шкала меткого глаза повышается, когда вы убиваете или оглушаете врагов. Ну, в принципе, то есть, она не постоянно дается. Это, ну, как бы так, чтобы не казалось жизнь малиной, да? Мы будем использовать, когда, допустим, враг нас окружил. Этот меткий глаз, раз он расстрелял быстро. Ну, то есть, показал свой ковбой, уровень ковбоя. От отстрелялись. Но потом все равно придется каждого в отдельности, видимо, прикладывать, чтобы шкала эта пополнилась, да? Каждого в отдельности прикладываешь, шкала растет, потом опять используешь. Все, понятно. Я, наверное, предлагаю пока, можешь поработать так, да? Друзья. Что-то... Быстро меня убрали. Видимо, в голову хорошо попал. Так, ладно. Употребляйте, выдавим жопом тоники, чтобы форсировать ваши шкала. Не, вот это я не люблю. Употребляйте сейчас мне место, может, потом я и буду употреблять. Сейчас пока я ничего не хочу употреблять. Да, чтобы она там возрастала, видимо, быстрее, да? Меньше расходовалась. Давай вот так укладем. А, ну можно вот так, да? Вот это. Не, надо дождать до конца, получается. Не активируется. Один выстрел-то недостаток. Мы можем ставить несколько. Да, хорошо. Вот, видите, несколько. То есть... Только тогда данная шкала активировалась. То есть несколько я пометил метод, да? И тогда можно будет ее активировать. Два-три выстрела. Один, видишь, не активирует. Даже кнопки не могут. Ну, надо обязательно. Три-четыре выстрела. Только тогда он. Не, ну, в принципе, неплохо смотрится это дело, да? Тем более у нас Вестер. У нас с вами Вестер. Это как раз способствует атмосфере. Ну, и соответствует. Соответствует происходящему на экране. Так, ладно, хорошо. Провод подсоединил. Так, провод подсоединил. Ладно, это мы разберемся. Давай, обычный. Да пойдем, успеем, подожди. Я не думаю, что это так все критично. Если кто появится, пулю получит. Я, может, даже успею обыскаться. Обыскать все. Или что? Ну, ладно, пойдем. Как-то висеть надо. Это не дело, да, наверное, в процессе ограбления заниматься ерундой, там, обыскивать, соответственно, холост. Хочется все забрать? Так, ну, ты мне пройти дашь или нет? Так, все, поехали далее, друзья. Поехали далее. Это просто сюжетный вариант. Потом будем действовать с вами в свободном режиме. Там работай как хочешь. Управляй оружием как хочешь. Без каких-либо поставок, без каких-либо метких глаз и тому подобных вещей. Действию в свободном режиме как хочешь. Сейчас пока сюжетка. Естественно, тут надо соответствовать тем или иным действиям, да? Я имею в виду очевидность этих действий. Так, я понимаю, не нервничай. Опа, он его захватит. Так, ребят, стой, дай прицелиться. Ну, давай, что ж. Это, по-моему, а, попал. Попал, нормально. А мне показалось, что он не попал. Ну, ладно. Так, все, что ж? Там еще, наверное, охрана должна. А, ну да, так и есть, видите. Друзья, все, сейчас давайте. Ну, давайте работать. Что тут, давай? Давай, сейчас мы дадим. Дадим просраться. Там, держал парень. Так, тут еще хлопчик нарисовался. Великолепно там... А, не, не попал, не попал. Опа, класс. Вот еще один в синем плаще. Ну, что-то расшевелился. Мать его, так, а, слушай, а он что-то какой-то резвый, блядь, быстрый. Я пока с этим геймпадом, да. Пока ты с этим геймпадом, жуфил, блядь, в синем плаще меня прижмурил. Он резкий, быстрый, бегает. Вот, кстати, можно было стрелять быстро. Быстро, вот этим вот, как его, способностям, да. Когда вот так вот бегает чувак. Он же... Так, ну ладно, давайте еще раз. Поварим. Так, 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 так. Ну, что ж ты, блядь, так целишься, так... Я же вам говорил об этом, да, что мне надо. Прицел, вот эта вот точка меня, блядь, я три километра сижу от экрана. Во-первых, я их не вижу, я их еле вижу. Во-вторых, неуместная стрельба мне. Так, ну ладно, разберемся, поехали далее. Вот он еще полуфокер. Давайте, наверное, с револьвером. Так, нарисовался. Ага, еще один по ногам, по ногам. Ах, спас. Мерри бут, мерри бут. Там дач, да? По-моему, дач. Так, что-то он неудачный, ты спрячешь. Попрятался, неудачный. Слушай, я разве в тебя не попал? Я разве в тебя не попал? Да подожди, подожди, подожди. Надо какой-то полуавтоматический хотя бы пистолет. Что он после каждого выстрела взводит курок? Это тоже время, естественно, это неудачно. Надо магазин найти, блядь. Цивилизацию вы, найдем магазин, получше стволы выбрать. Видели, да? Револьвер должен у меня шмалять моментально. Так, вот еще. Оно. Но это, нет, револьвер-то, он и есть револьвер. Я имею в виду, может там под... А что ж ты, блядь, здесь сидишь? Штаны насрал, сидишь, спрятся, может его не за мной? Надумайте. Я имею в виду, не револьвер, а какой-то там другой ствол. Там же разные стволы. Какой-нибудь браун, я не знаю. Вообще, что здесь есть, посмотрите. Блядь, да как вас много, а? Как вас много, откуда вы здесь нарисовались? Блядь, там целая толпа, вы видели? Целая толпа, целая бринька, наверное. О, они отваливают, они отваливают. Ой-ой-ой, блядь, я упал нечаянно. Так, стоп-стоп-стоп. А, ну живой-живой, чуть-чуть соскользнует. Да, руку будем набивать. Руку будем набивать. Ну ничего, нормально, в принципе. Достойно, но все равно, да, я думаю. Положили всех, правда там толпа ушла, частично, да? Там, наверное, его Дрискал отвалил. Так, а зачем я его взял? Там, наверное, его Дрискал отвалил. Так. Да какой дневник, господи, зачем мне сейчас дневник? Я, блядь, все еще к кнопкам не могу привыкнуть. Тут много вариантов на подобных кнопках. На одних и тех же кнопках задействовано. Ну, сочетания. Сочетания различных. Эти кнопок и, соответственно... Так, слушай. А, там еще один. Представители какой-то компании, там, да? Нефтедобывающие или горнодобывающие. У нас приказ, слушайте. Нажимайте R, чтобы быстро стреляй. А, R2, да? Ну-ка. Так, подожди, подожди. А, вот, ёптед. Смотри, как он лупит. Ёптед, вот это бомба. R2, короче, быстро жмешь, он начинает шмалять просто. Вообще, моментально кладет. В закрытом помещении как раз надо было так и работать. Ну да, учимся, что надо. Вот еще один нюанс для себя, да, предъявили. Так, я бы советовал отойти подальше. Ну да, сейчас мы надо... Все-таки они нас не послушали, да? Хорошо. 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 Не хотите по-хорошему, будет по-плохому. Так, отходим, ребят, отходим. Странно, почему динамит не сработал, да? Как-то Артур неправильно подсоединил к детонавцу, скорее всего. Вот, вот таким вот образом можно шмалять красиво. Мы не хотим убить тебя! Мы не хотим убить тебя, босса. Ага, обычный поезд. Так, стоп. Фонарь, наверное, надо взять, да? Что-то как-то темновато. Попробуем вообще просто. В принципе, не так уж темновато, но фонарь пригодится, да? Наверное. Так, это у нас... Идите в частный вагон. Это у нас вот эти представители компании различные, да? Вот эти вот, которые там... Или охрана, может быть, там сейф какой-нибудь охрана. Нам же надо выставить все-таки сейф, там сейчас вскрывать. Так, а как убрать этот фонарь, друзья? Непросто... Ну, что-то у меня осталось с револьвером. С револьвером берет автоматический фонарь. Ну, а если на нож, то он опять не убирает, падла, а? Че за дела? Надо убрать его. Зачем мне в вагоне фонарь? Ну... Да нож-то нож, а как... Если я обратно ствол поставлю, он и фонарь поднимает. Вот падла, а? Ты что ж творишь? Да сейчас обыщем. Я не думаю, что сейчас... Ну, в смысле, нам кто-то помешает это сделать. Поэтому можно не спешить, друзья. Можно не спешить. Короче, с фонарем начнем двигаться. Потом разберусь, как он будет. Все будет проще. Найдите добычу. Ну, добычу-то. Тут, наверное, видите, он... Он там сейф взламывает, а нам надо найти добычу. А мне надо убрать фонарь, а я его убрать не могу. Ты же падла такая. Глянь, он его держит, и все, и ни в какую вообще. Так, найдите добычу. Обязательно сейчас найдем. Только мы разберемся, тогда будем искать добычу. Ну, не знаю, не знаю, как его убрать. Может, отдельной кнопкой он убирается. Видишь, он не статус, специалист, на которого я грешил, говорил, рожа протокольная. Друзья, оказывается, он этот, медвежатник. Смотри, он там взламывает. Мы, то есть, не динамитом вскрываем сейф, а взламывает. То есть, профессионал. У нас в команде и медвежатник имеется. Следовательно, достаточно, за 20 лет мы, да, так это что? Уважаемый мистер Корнелл, мы до сих пор не получили плату в размере 2000 долларов за первоначальную разведку Амбарина в резервации в Апиде, как говорено в контракте между компаниями. После получения средств мы приступим ко второму и третьему этапу проекта. В течение месяца представим вам подробный отчет о результатах. Ну, какая-то компания, да, горнодобывающие, там, нефтедобывающие, они там в резервации, то есть, соответственно, пробивают почту, где можно все это. Где нефть, там, или где уголь, ну, неважно, короче. И мы, видимо, выставили, ну, то есть, представители этих компаний. В принципе, в те времена, как раз-таки, они орудовали, все эти нефтедобытчики, да, горнодобывающие, как раз то время. Поэтому, я думаю, мы себе нажили еще кучу врагов, вот что я думаю. Так, будем искать дальше, это понятно, вот. Дорогой Левит, благодарю вас за телеграмму и за интерес, вот, все правильно, горнодобывающие компании Джеймсом. Однако, все, что вам говорят о плохом управлении финансовых затруднениях на штатах Ваннсберге, просто ложь. Я бы призвал вас усомниться в своих источниках. Угледобывающие промышленности во многом отличаются от нефтедобывающих, потому я, разумеется, готов встретиться с вами, когда вам это будет угодно, чтобы обменяться идеями и просветить друг друга относительно наших областей деятельности. Кроме того, я был бы рад принять вас в Ваннсберге и лично показать вам шахту и связанные с ней постройки. Буду ждать. Ну, то есть, это мы перешли дорогу серьезным людям, друзья. Банда Адрискала, это вообще мелочевка, шантропа по сравнению. Хотя, банда Адрискала тоже их планировала ограбить, да, по идее. Смотрите, сигара, вон лежит, я хотел сигару взять, но, в принципе, можно и шкафчик открыть в начале, да. Мне надо по заданию найти что-то ценное. Там нам сказали, найди что-нибудь ценное. Так что, давайте искать, может там какой-нибудь потайной сейчас раз, шкаф там, еще внутренний сейф. Вот ящик, вот, может здесь еще ценное, он еще и открыт. Конечно, срано, что он открыт. Так, это какие-то, что это было, облигации. Ну, я думаю, это можно отнести к ценным, к ценным вещам, да, их там загнать на рынке. Биржа у нас, по-моему, не, ну, биржа, какой год там, кто помнит, биржевые маклеры, вот это все появилось, сделки, торговля. По-моему, это если у нас 99-е, еще не было тогда биржевых, да, воротилов. Но я точно утверждать не буду, там. То есть, биржа была, торговля была, но там ценные бумаги, вот, максимум облигаций, там, конечно, акции, компании, все это было, но я имею в виду, как платформа. Вот эти вот торговые платформы были, типа, биржевые. Вроде уже были, да, тогда. Ну, ладно, не суть, короче. Вот, смотрите, бренди, бренди мы нарулили. Это нам под сигару как раз пойдет, сейчас расстанусь. Так, нашел, я облигации пачку нашел. Ну, облигация на предъявите, можно легко продать. Класс. Да не, убивать-то их, наверное, не стоит, все-таки это обычные там машинисты, да, эти помощники, да, там какой-то компания, ну, то есть, естественно, представитель компании, в принципе, они-то здесь. Обычные люди, я думаю, настолько мы, как бы, ну, настолько мы не будем, наверное, с вами падать низко, да, чтобы убирать вообще всех подряд. Все-таки такое будем, мы, помните, как он говорил в первой серии, мы плохие, но не очень плохие. Ну, как бы, 50-50, да, можно сказать, плохие, но не очень плохие. А это, мне кажется, будет чересчур, если я их уберу. Но, с другой стороны, они могут сообщить сейчас до нас. Вот я сейчас ушел, они, наверное, отвалили, я больше чем уверен. Вот я сейчас отошел от них, они, наверное, отвалили. Их надо было сразу принимать решение, да, пока я там стоял, убирать их. Ладно, потом посмотрим, отвалили они или нет, мне просто даже интересно. Как игра, ну, допустим, насколько мелочи, мы же за мелочами с вами подробно наблюдаем. Так, идите в будку машиниста, чтобы привезти поезд в движение. Насколько, то есть, игра действительно у нас тут живой мир, такой реальный. То есть, потому что в некоторых играх они просто бы сейчас там сидели и ждали бы нас, пока я не принял решение убрать их или отпустить. А вот в этой игре, наверное, уже они отвалили, я вам точно говорю. Я ушел, а их уже сейчас там не будет. И как бы они подмогу, как бы они законникам не сообщили, пока я тут обыскиваю, вот это, конечно, тоже будет нонсенс. Нонсенс. Да? Правильно я думаю. Ну, правильно, видите, да, друзья? Нету никого. Так-то? Так-то? Убежали, сволочи. Ну ладно, не, я действительно убивать-то и не хотел. Зачем их убивать, правильно? Я думаю, они будут язык за зубами держать. Вот что я думаю. Они сейчас все в шоке, в трансе. Представь, там такая шайка-алейка наскочила, да? Там трижды он... Короче, трижды переродил... Каждый из них переродился. Кое-кто штаны обмочил. Поэтому сейчас, конечно, они никуда не побегут, там, к законникам. Я думаю, сейчас им еще долго в себя будут приходить. Так, ладно, давайте смотреть, что еще. Так. Ну, в принципе, вроде все, да? Надо сейчас бежать в этот... За поезд куда-то нам спустить в откос, наверное, да, куда-нибудь. Ну, то есть, он здесь... А, вот еще чувак. Тихо. Слышите? Что-то там кто-то, я слышу, на лошади двигается. Как бы у меня сейчас действительно законники не появились. Пока мы тут с вами конители разводим, сейчас точно законники. Что-то вроде как я слышал. Ты можешь просто посторонние звуки. Ладно, все, бежим в этот поезд. В вагон машиниста. И будем, наверное, все-таки запускать. Надо отвезти с линии поезд. Куда-то на боковую, да? Или там, я не знаю, перевести поезд в движение. Ну, да. На второстепенную, да? Или вообще его скинуть, сбросить в откос. Да, ну все, он пошел, поехал. Он просто его запустил, да? А там он, короче, будет двигаться, соответственно, по ветке. Ладно, все, отлично, ребят. Отлично, мои дорогие друзья. Мы справились на ура. Мы шевелили это осиное гнездо, так называемое. Бахнули, а, бомбанули нефтегорнодобывающую контору. Макса О. Блумберга. Или этого. Генри Моргана. Ну, кстати, такой был Морган. Морган был такой нефтедобытчик. Он, кстати, это падла, заблокировала все проекты Теслы. Такой Тесла был? Я думаю, про Теслу вы тоже слышали. Так, возможно, мы сейчас электричество прямо из пространства могли добывать. Но это ладно. Я имею в виду, прямо реально из пространства. У него был такой проект, Морган заблокировал. Ну, несут. Смотрим. Потому что нефть, все-таки это же деньги, все остальное. Мы там не выигрываем. Смотрим дальше. А-а-а, подкову, Валентайна. Ну, все. Друзья, мы перемещаемся в более темный, теплый, умеренный климат. Так, чтобы зима, что-то вроде как мы уже и так с вами промерзли до костей. Сейчас более умеренный, теплый, жаркий климат, солнышко, душа поет. Кольт, так сказать, рука держит кольт, уверенно. Ну, то есть, не... 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 Хотел сказать. Ну, ладно. Уверенно, короче, держит в руках кольт. Руки не трясутся от холода, да, от мороза. Я другое хотел сказать, но не буду, вдруг дети смотрят. И, иными словами, мы с вами шевелим это осинное гнездо. Там у нас впереди много еще приключений. Да, смотрите, давайте сопровождение музыкальное послушаем. Ну, и вообще посмотрим на экран чуть немного. Лени, Мика, подождите сюда! Да, босс. Вы, два, подождите впереди, осуществляйте, чтобы не было сюрпризов. Мы уже не успели. Мне? С ним? Просто идти. Давай, сын. Вы можете купить мне whisки. А там, кстати говоря, умеренный климат, да, у них? Он действительно такой и есть. Умеренно, как бы, средний вариант. Так, быстро нажимайте. Смотри-ка, я управляю поводочкой, друзья. Какая красота. Что осталось от этой природы? Вот что я вам хочу сказать, на самом-то деле. Есть ли она? Ну, на Аляске-то есть. Учитывая, что Аляска нам принадлежала, ну, не суть. На Аляске там, кстати говоря, природа сохранилась. В девственном... Ой, блядь, колесо отлетело. В девственном, я имею в виду, состоянии сохранилось. Так, что нам надо делать его сейчас будет? Скорее всего. Надо Аляску возвращать, друзья. Так, 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 взять колесо. А, ну, это все просто, все просто. Так, так, вот, все сейчас сделаем. Подожди. Ну, да, повозка управлять этим. Вам не на машине люксовой сидеть, а? За рулем. Повозочка дойдет осед... Ух ты, глянь, там наверху у нас... Э-э-э-э... Друзья. Краснокожие. Банда краснокожих Белого Орла. Бедолаги, да. Кстати, по вашей вине бедолаги. Я думаю, все вы знаете, как осваивались земли Северной Америки, да? Там они их потравили, мама не горю. Чему им туда в постель занесли? Они просто там вымирали все. В основном ирландцы, испанцы... Нет, испанцы чуть позже. В основном ирландцы северные заселяли на начальной стадии. Голландцы, ирландцы осваивали земли. Там, конечно, все отродье, все отребье туда переселилось на начальной стадии. И, соответственно, они беспредельничали племена вот эти вот, племена Коги и тому подобные. Нет, племена Коги это Южная Америка. Там другие племена. Ну, не суть. Я так, немного интересовался для себя. Иными словами, попортили нервы местным аборигенам населения. Даже не то, что нервы, а просто физические стрельбы. Так, ладно, хорошо, давайте осмотримся чуть-чуть. И будем двигаться дальше. И будем двигаться дальше. Так, знаете, что надо, друзья? Вы можете менять размеры миникарты. Да, это я в курсе. Это я в курсе, что мы можем менять размеры. Но только вид меня смущал. Местных индейцев, да. Давайте в настройках чуть-чуть. Во-первых, карту посмотрим. И надо будет в настройке мне. То есть мы спускаемся с Нагорья, да. Вниз. Ну, то есть постепенно открываем карту. Вы видите, да. Карта довольно огромная. Соответственно, вот метку можно на любую локацию поставить. Куда там двигаться потом будем. Соответственно, вот видите, да. Еще сколько мест не открыто. И, соответственно, вся карта тут. У нас еще впереди достаточно много изучать. И просто я думаю, знаете, что надо нам сделать? Чуть-чуть разобраться вот с этим управлением, посмотреть. В управлении, кстати, я смотрел. Там не очень-то. На камеру. По поводу угол зрения меня интересует. Его надо, наверное, нам знать и что сделать. Вот включить динамичную камеру убийства. Во-первых, отключить ее. Я думаю, все-таки отключить вот это вот. Моменты мне не очень по душе. И так вот выравнивая. Поле зрения от первого лица, наверное, мне надо еще уменьшить. Друзья, я вообще их не вижу. Я их просто навсего не вижу. Надо просто определить мне как удобнее. Так, чтобы чуть меньше. Но это вообще будет практически такое ощущение, словно вы там находитесь. То есть еще, видите, приблизил. Объекты гораздо крупнее. Крупнее стану масштаб, масштаб. Ну и, соответственно, мне. Они чуть больше, я их вижу. А так, я их что-то вообще не вижу. Конечно, вам это будет смотреть для просмотра, конечно, скорее всего, не очень. С другой стороны, не знаю, половина может была. А если по максимуму сделать, допустим, увеличить, да? Увеличить угол обзора, как будут смотреться. Ну да, так, видите, я полностью лошадь увижу. Полностью лошадь. По идее, вот так должно быть. Ну тогда я их вообще... Тогда я их вообще не увижу, друзья мои дорогие. А у меня глаза, я не буду, блядь, притык в монитор тут глазеть. Значит, убираем. Убираем где-то, ну, чтобы и вам, и ну, то есть, и вам, и мне было удобно. Наверное, так и оставлять надо, да? Или полностью убрать анимацию. Анимация персонажа. Покачивание головы в режиме. Автоприцеливание. Отключено у нас. Это правильно. Нам не надо никаких автоприцеливаний. Укрытие езда на лошади от первого камера. Надо вообще мне поковыряться как-то, да? Наверное, самому там все настроить как надо. Тут, естественно, все моменты можно сделать так. То есть, для... Свой стиль игры. Иными словами, свой стиль выработать за счет интерфейса. Я имею в виду за счет подключения, да? В тех или иных функции. Там интерфейсные, хуф и тому подобные вещи. Так, чтобы было под свой стиль сделать. Ладно, давайте пока так, да? Сделаем пока так, а так видно будет. По ходу дела разберемся. Так, индейцы отвалили, да? Они просто поняли, что очередная шайка-лейка нарисовалась на их территории. Надо быть крайне осторожным с ними, да? Новые поселенцы появились, соответственно. Белые орелы там, конечно, недоволенцы. На их территории появились новые люди. Вот, смотрите, там кролики, да, зайцы. А потом, наверное, ловушки какие-нибудь можно, зайчатину, крольчатину, да, там, допустим. Ловушечку поставил, раз. Через время пришел, там у тебя в ловушке дичь. Вон, белочки белые. Смотрите, друзья, как красиво все сделано. Вообще, мир живой. Я в первой серии вам говорил, мир дышит. Мы просто благоухаем, иными словами. Можно так сказать, хорошее слово, благоухаем. Гляньте. У нас сейчас... Мы с вами живем в цивилизации, в каменных трущобах. Мы практически этого всего не видим. Ну, за исключением некоторых. Кто там вот пуска двигается, кто занимается охотой, рыбалкой, это да. Но в целом, в большинстве своем, в массе, мы живем в каменных джунглях, и поэтому для нас это, конечно, душа порадуется. Так, смотрите. Слушайте, а я, наверное, все-таки так не доберусь без компаса. Вот что я думаю. Да, я без компаса не доберусь, наверное. Но мы правильно, я построил вроде правильно и двигаемся. Все-таки у меня... Не дает мне это покоя, друзья. Вы меня простите, что я вас отвлекаю от просмотра великолепного творения. Но я проверил просто. У меня... Такой за мной водится. Сам себя успокоил. Точно ли я правильно все сделал? Поняли, да? Это касается нас всех. Мы все больны этой кухней. А что-нибудь там наворотишь в управление, потом по сто раз заладишь. Так, так ли ты сделал? Удобно ли тебе? Так, ладно, смотрим. Мы едем в правильном направлении. Уйти от законников по склону в горный восток. Наша задача. Думаешь, что там мы сможем организовать лагерь? Ну, я-то не думаю, что мы все-таки хотят где-то, да, в этих местах обосноваться. Ковбой, бандиты, девочки. Мы всех так любим. Адрискалы? Да, не исключено. Пинкертоны? Конечно, думаю, и они. А то место, куда мы едем, как дышь оно там называется? Ну, а горе подкова. Вам жарко. На это указывает мигающий значок солнца, статусе здоровья. Ух ты, и чтобы избежать перегрева, надевайте соответствующую крему ту одежду. То есть, все как надо. Все как в реальности. Видите, у меня там какой-то плащ пальто, утепленный кожей. Видимо, надо будет... Сейчас мы приедем, обоснуемся в лагерь. И, видимо, нам с вами надо будет... Поменять пальтишко на какую-то более приемлемую одежду, да? Полегче. Курточку. Вот для этого нужны шкуры. Шкура там, допустим, горного козла, мать. Серые лебедки. Вон, видите, олень, косуля прыгает. Видели, да? Так. Иными словами, шкуры надо. А потом смастерим себе хороший пиджачок. Так, что он там делает? Что там делаешь? Готовлю смесь тысячелесника и женщины. Она полезна для здоровья. Все лучше, чем всякая дрянь из аптеки. На вот, держи. Я, наверное, уже с закрытыми глазами могу это делать. Окей. Возьму. Пригодится. Так, вы получили травы. С их помощью можно восполнить статусы. Да у меня и так там зелья хватает. У меня там, блядь, еды на целые... Мы набрали столько барахла. Все бы это распродать. Надо понять, где. Тут салон ближайший, цивилизация, там, город, да, какой-нибудь. Не город, а поселение, допустим, ближайшее, где можно все это скинуть торговцу. Так, стоп. Здесь у нас на распутье и дорог мы. Нужен, наверное, компас опять, да? Так вы думаете? Или уже поедем прямо? Нет, так мы можем с вами далеко уехать. А, ну он и так, и так, то есть попадаем, да? И так, и так попадаем. Ну хорошо, раз он, видите, да, как бы, можно и объехать. Но так мы, скорее всего, больший круг сделаем, что ли. Ну, тогда убираем. Так мы больший круг с вами сделаем, скорее всего. Наверное, надо было все-таки сворачивать. Мир, я думаю, это здесь живой, друзья, в том плане, что NPC дышит своей жизнью, там, занимается своими делами, там, да? И тому подобными вещами, не только в поселениях, но и в самом мире, в открытом. Допустим, сейчас вот мы двигаемся на полоске, сейчас, может, какая-нибудь банда может внезапно появиться на горизонте. Или же там, эти, да? Местные индейцы занимаются, так, смотрите, поселение. Сожженный хуторок. Так, а что я слезть не могу? Удержите ИР-1, чтобы сдать назад. Да, это мы разберемся. Почему я слезть не могу? Хочу этот хутор осмотреть. Да, вот видишь, можно назад сдать. Ну да, это все ясно. Как мне слезть? Что-то я уже забыл, как слезать. Ну так же, как с лошади, а он что-то не хочет. Наверное, как-то по-другому надо слезать с этого. Но я же как-то слезаю. Видите, обратно ведет. Неправильно я поехал. Да, немного мы, конечно, начали самодеятельностью заниматься, не вовремя. Уже хочется, конечно, самодеятельностью заняться, действительно, да? То есть в свободном режиме двигаться. Но еще, я думаю, рано. Надо уже, когда мы лагерь организуем, тогда уже будем самодеятельностью заниматься. Ну, то есть не обязательно там по квестовой, да, двигаться по сюжету. Не обязательно нам с вами двигаться. Так, секунду. Ну, то есть линейно. И, соответственно, будем двигаться мы с вами. Я вот еще по управлению хотел посмотреть, почему он у меня. Так, третья сторона. Тут, видите, тоже много всех вариантов. Все это надо как-то время подобрать, изучить, чтобы мне настроить под свой стиль. Видите, тут режим захвата цели, свободный прицел. Там широкий и так далее. Все это же надо настраивать, друзья. Свободный прицел, если выбран свободный прицел, цель не будет захватываться автоматически. Мнера надо и оставлять. Вот видите, узкий. Скорее всего, надо свободный, обычный, широкий. Да? Свободный прицел тогда у нас не будет. Или обычный, или широкий оставлять. То есть надо вначале понять функции каждого прицела. Ну, то есть что он делает. И для себя потом. Пока, значит, оставляем обычный, как было, по умолчанию. А потом уже выберем. Свободный прицел это, видимо, действительно полная свобода. Он там не фиксируется. Эффекты при убийстве. Это что? Эффект при убийстве. Отключаем. Это я точно не люблю. Это вот как раз таки то, что мы наблюдали. То, что мы наблюдали в прошлых сериях. Вот, смотрите. Деньги, боеприпасы динамично появляются. Статично отключить можно. Все как надо. То есть полностью худовый элемент с экрана. Можно убрать все именно то, что я и хотел. Но это имя говорящего в субтитрах, наверное, включим, чтобы мы понимали, да, кто с нами говорит имя говорящего в субтитрах, да, наверное. Потому что я уже их имена не всегда же мы можем запомнить. Так, чтобы знать, допустим, как там, кто там, Хавьер, Хазия, там, или это Дач. Или же там, чтобы понимать персонаж. Мини-карта обычная, компас. Компас, наверное, да. Там обычный, увеличенный. Давайте, ладно, компас. Вот, видите, маленький компас у нас появился. Такой миниатюрный, кстати говоря. Ну, сейчас, наверное, надо все-таки этот включить. Или же и так я разберусь. Ну, давай. Маленький такой миниатюрный компас. Он не так сильно глазам озолит, да. Может, его оставить. И уже не отключать, как вы думаете. Это уже какая-то болезнь, да, у тебя вас. Кто-нибудь из вас скажет. С этим худом, да, на экране, блин. Ну, не могу я, друзья. Не могу я играть с ним. Так, Хавьер, давай сейчас... О, какой-то чувак. Че он там хотел? Хавьер, давай сюда. Че-то там. Ну, давай сюда. Так, ладно, наши уже вперед уехали. У нас пока мы с колесом возились, наши... наши друзья уже впереди, где-то в лагере, там, скорее всего. Надо, наверное, поспешить. А, ну все, мы дома. Класс, слушаем, смотрим. Ты не ошибся, Хосея. Это место, это перфектно. Я надеюсь, что так. Друзья, мы успешили. Для сейчас. Сейчас, когда мы проживали. Артур и я, мы проживали в Блаку. Мы наступили в беду. Мы наступили в беду. Потом, Мика, все готовы за это, и вот мы. Мы все делали ошибки в год, Хосея. Который последний. Но я нашел нас вместе. Нашел нас жив. Нашел нас с головой. Я думаю, что я просто беспокоил. Я не могу так долго, Дудж. Я хочу людей безопасно. Мне тоже. И теперь мы находимся вверх, вверх и вверх, и вверх, и вверх, и вверх, и вверх, и вверх. Я знаю, брат, но мы все же сохраняем. Мы сделаем немного денег здесь, потом мы снова идем, идем вверх, идем вверх от Сима, в несколько месяцев, покупаем немного земли. Я надеюсь. Вы просто посмотрите вокруг вас. Этот мир имеет свои консультации. Ну, очкарик нарисовался. Ну, этот по провизии, да? Экономические вопросы, короче. Через него будем решать, наверное. Короче, по деньгам главное, да? Так, чтобы, ну, все было экономно, да? Ну, типа как экономист. Никаких лишних, лишних крат и тому подобных вещей. Все по уму, так, тихо. А, легенду, да? Ну, типа бродячие рабочие, если что. Суансон, нет больше пассенжеров. Это время для всех, чтобы получать свои деньги. Есть город, немного выше трассы, имя Валентайн. Ливосток-тан, все мудро и морозы, если я помню правильно. Это кажется, что это одинаковое место, чтобы начать. И, ээ, мы нужны comida. Реальная comida. Это означает, что каждый день. Один из вас. Жертвы лагеря, деньги и цензи, чтобы лучше патроны, еду и другие лагерные припасы. Ну, правильно, я об этом и говорил вам, друзья. То, что весь статус банды, надо, конечно, естественно, с различными действиями, работой и тому подобными вещами улучшать. Так, в своей палатке вы можете поспать, побриться или сменить одежду. Во! Сменить одежду обязательно нам надо. Смотри, какой у меня там плащ, пальто, то есть, да, утепленный вариант. Это как раз неуместно. Там тут уже климат иной. Так, глава вторая. Нагорье, подкова. Глава вторая, друзья. Ну, что я вам хочу сказать. Это просто нечто потрясающее, а не игра. Сейчас будем разбираться, как нам с вами выживать далее, да? Как нам выжить в этом мире. Ну, раз мы... Так, ладно, смотри. Ну, смотри, я здесь. А, чтобы поддерживать статус, ешьте, пейте, отдыхайте. Ну, ясно. Ну, ясно. Билл, Тарлс и Хавиор. Естественно, осмотрим все, что... Так, лагерь вашей банды отмечен. Справочник обновлен. Я имею в виду вначале в лагере. Поковыряем лагерь полностью. Обойдем. Повзаимодействуем со всеми предметами, вещами. Поймем, где там... Какую помощь кому оказать. Что вообще нужно тут активировать, с чем? Что для лагеря мы можем делать. Так, ваша борода сильно отросла, чтобы привести ее в порядок, вы можете использовать набор для бритья рядом с вашей палаткой. Класс. Да, оборотка, конечно, у меня отросла. Ну, он сам переоделся, видите? Наверное, можно... Ну, то есть, где-то ж... Каждый день пирсон готовит рагу, который отмечается на карте. То есть, подкрепиться можно пирсом мясник у нас, мы знаем. Ему надо, видимо, он просил различные дичь, если что, можно будет ему принести после охоты. Принести пирсом животных для снабжения лагеря. Ну да, так и есть. Мясо он пустит на еду, а шкуру пойдут на изготовление сумок, которые повысят вместимость. Ух ты! Вот это бомба! Вот это нам как раз-таки и надо. Но мы начнем с гардероба. Так, смотри. Так. Стрелок, значит, да, говоришь? Стрелок летник, стрелок зимний, бандит гризли. Вот это хороший вариант. Но он утепленный. Дебошир, злодей, бунтовщик. Да. Костюм подходит для умеренного климата. Бандит гризли подходит для умеренного климата. Но здесь не умеренный. Я думаю, это все-таки жаркий климат. Стрелок подходит для жаркого климата. Если он надел эту куртку, значит, там жарко. Умеренный климат, это, скорее всего, будут другие земли. Чуть дальше мы к этому продвигаться. Но костюм отличный. Бандит гризли, конечно, рулит. Из всего того, что представлено, бандит гризли, конечно, рулит. Согласитесь, да, друзья? Самый оптимальный вариант для нас. Но, опять же, это костюм подходит для умеренного климата. Его можно положить на лошадь. Ну, пусть будет, да, у нас. С собой всегда будем таскать. Если мы по карте будем двигаться, соответственно, это, да, там, в какую местность попадем, где умеренный. Может, сообщение должно будет появиться, что, допустим, климат ему не подходит. И, соответственно, можно будет переодеться сразу. Поэтому берем, наверное, его в седло. Стрелок летний. Тоже вот этот вариант возьмем, если будет вообще жарко. Все это можно на лошадь припарковать. Вообще класс. Смотрите, каждый костюмчик можно припарковать на лошадь. Ну, это вообще удачно придумано. То есть, постоянно не надо там заезжать в лагерь куда-то, да, менять. Ну, то есть, если далеко находишься, сразу подошел к лошадке и перелатался. Так, шляпы. Смотрим. Чувствую, сейчас мы надолго застрянем, друзья, здесь в этом лагере. Пока это все изучить. Так что готовьтесь. Мы подходим не спеша. Так, без шляпы. Ну, без шляпы это не дело. Без шляпы, я думаю, это не наш вариант. Украденные. Видели там шляпу? Шляпа Артура уже, наверное, надо снимать ее. И менять. Шляпа охотника. Вот другой вариант. Да, наверное, тоже такая ничего вроде. Ну, да, то есть, в принципе, старая шляпа картежника, шляпа из меха-бобра. Ну, вот это вот неплохо, но из меха-бобра меня смущает. Она типа как бы теплая, да, тоже. Но она вообще классная. Смотрите, вот эта самая бомба. Давайте ее ставим, мне нравится. Шляпа Артура что-то потрепанная уже. За 20 лет, да, сколько? Ну, она удача, шляпа удачи, так сказать. Да, он 20 лет, то есть, каждый предмет, когда к человеку прирос, естественно, своя психическая энергия наслоена на каждом предмете, когда человек долго ее носит. Ну, вся, как бы, к это, так что ее можно в этот взять. Соответственно, каждому предмету человек за 20 лет, я думаю, естественно, он эту, свою шляпу-то любит, я думаю, все-таки, да, в который ходил 20 лет. Ну, а здесь мы смотрим, что... Здесь у нас без верхней, это вообще так, то есть... Не, ну, наверное, нет, так не пойдет. Куртка-пылевик. Такая легкая, да, слегка утепленная одежда для защиты от холода. Сочетайте с другим, с другими теплыми вещами. Но это в сочетании, если, допустим, утеплее курточка. Вот пиджачок такой вариант, эти, да. Техасский вариант, хотел сказать. Ну, короче, такой вариант, типа, индейский вариант. Вот. Да не знаю даже. Не знаю, не знаю. Какой вариант выбрать? Ну-ка мне, кто подскажет? Куртка-пылевик. Нет, наверное, оставим, как он был, да. Просто посмотрим, потому что все это слегка утепленная одежда. Видите, там написано. Оленевая охотничья куртка. Верхняя одежда. То есть, оставим, как он был. Просто чуть-чуть, может быть, дополним своим. Так, жилеты пошли. Ну, жилеты. Кстати, вот жилет можно подобрать. Жилет. Ох ты, вот это бомба, а не жилет. Я вам точно говорю. Это как раз для нас жилетик пошит. Кстати, жилеты мы тоже можем шить. Скорее всего, шкуры надо будет, да. Добывать нам шкуры, убивать животных, зверями. И, соответственно... Так, подождите, я выходить не хотел. Я нечаянно бежал. Какой-нибудь себе вообще костюм хороший. Так, а это что? Сделаем какие-то фотографии старые, да. А старая жизнь его прошлое, что ли? Ну, это не именно его жизнь. Скорее всего, общий. Ну, то есть... Кого-то из поселенцев. Так, ладно. Я не хотел выходить, нечаянно так получилось у меня. Ну, а вот еще раз посмотрим. Глаза просто разбегаются. Вот вариант. Самый оптимальный, друзья, вариант для нашего героя. Но... Да, он слишком тепло для жаркой погоды. А может, ничего страшного, что тепло? Или это действительно тепло? Нет, это влиять будет. Скорее всего, на его выносливость, скорость, там, да, движение, передвижение. Ну, то есть, конечно, это будет влиять. Рубашки есть. Смотрите, рубашки есть. Такие фермерские, фермерский вариант какой. Давайте вот этот вот, типа толстовка. И какой-нибудь цвет потемнее. И, допустим, да, что-то, ну, жилет, да, толстовочка, пиджачочек. Эти джинсы поменять какие-то. Надо другие, что-то не очень джинсы. О, штаны ковбоя вообще как надо. Обтягивающий вариант. Штаны ковбоя. Ну, так и должно быть. Что-то там какие-то шаровары, блядь, фермера нам не канают. Вот, штаны... Во! Вот это другой вариант, ёпта. На человека стал похож. Это, блядь, шаровары фермера. Это пусть Хозия носит, блядь. А вот тихо, рубашки у нас канают. Ребята, рубашки мы смотрели уже. Костюмы, костюмы. А, ну я свой костюм, видишь, он свой костюм сделал. Блин, как мне вот этот костюм нравится. А может, для умеренного можно его носить, а? Я пока ещё не понял. Кстати говоря, может, его и можно было бы носить при таком климате. Пока ещё я что-то не понял. Надо подвигаться по миру, посмотреть, как он себя чувствует, да, будет. Если чё, вот этот вариант выберем. Бандит Гризри, самый оптимальный. Да? Друзья, как вы думаете? Так, давайте, наверное, бороду уберём. Бородку надо тоже, наверное, сбрить. Вот чё я предлагаю. Посмотрим, как тут вообще у нас устроено всё. Стрижка. На помадить волосы не канает. У вас нет помады для нанесения. Ну, раньше это была традиция у них. На помаженный волос, такой щёголь, получается, да, там, какой-нибудь франк из штата Кентукки нарисовался этот франк. Ну, они же там, у них, как же это называлось? Я просто, ну, то есть, термин забыл. Ну, ладно, не важно. Не важно, давайте сейчас. Там своё название имеется. Так, борода, борода из ваты, да. Ну, борода из ваты нам не канает. Нам надо какие-то усики, даже не усики, а как бы... Сейчас придумаем. Вот, смотрите, видите, тут бакенбарды можно, вот, типа, байкерский стит. Усы там можно убрать, да. То есть, соответственно, этот, усы убрать. Допустим, бороду оставить, что ли. А можно просто щетину, да, допустим, оставить нам. Вот так, вот такой вариант. Как вам? Не прям бороду. Зачем нам борода? Вот такое. Вот так немного щетины вполне себе приемлемо. Да, доступно, я думаю. Для понимания, да. Если там вдруг тебя кто-то не понял, а тебе надо убедить его. Думаю, щетины будет вполне достаточно. Что нам борода? Борода как-то это. Ну, борода тоже внушает, да, так сказать. Борода тоже может поспособствовать. Но все-таки я, наверное, щетину оставлю. Можно ее чуть уменьшить даже, да. Да не, вот так вот. Вот этот вариант самый оптимальный. Короче, приводим своего игрока, персонаж, друзья, в порядок. Потом только будем действовать. Потом только будем исследовать мир и все остальное. Надо вначале довести до кондиции, так сказать. Чтобы у нас было вообще все в порядке. Все в ажуре, в шоколаде. Так, ну че? Ты как себя чувствуешь? Хорошо, я думаю. Так пойдет, друзья? Ну, я думаю, вы согласны, что неплохо. Да. Небольшая оборотка, в смысле щетина. Шляпа, конечно, блин, его. Ладно, шляпа уже как талисман у него. Наверное, оставим пока ее. Потом, когда бандитский гризли оденем, тогда можешь поменять, да. Так, ну хорошо. Надо, наверное, нам компас подключать, друзья, чтобы видеть, с кем и с чем можно взаимодействовать. Так. Все, не могу налюбоваться на него, да? Три часа будем, блядь, с этим разбираться, друзья. Ну, а как вы хотите? А вон какая-то, что-то там у нас книга какая-то. Ух ты, красота. Надо, наверное, ее брать. Как там брать? Бриться. На ней не бриться. Вот, взяли книгу. Что это такое? Что это может значить? Полезно ли ли? А, ну и растения. Вудста, мити, плейнс, грибы. Ну да, все правильно. О растениях информация. Ну давайте, ботанический справочник. Немедля наткнулся на старуху, которая продавала виноградный лук. Это вам обычный чеснок, который продает нещадно старая женщина. Конечно, оставшие у нее зубы можно было пересчитать по пальцам, а ее привычки изрыгать предсказания предостережений наводили на опасения касательно здравости ее рассудка. Но лук я у нее все-таки купил. Это многолетнее растение ближе к дикому луку, чем к чесноку. Но из него получается превосходный хлеб. Любой колонист обязан разбираться в целебных растениях. Так это что, еще алхимия и тут бумзо? Ну, алхимикс нас никудышный. Не имею в виду не алхимия, ну вы поняли. Там болезни крови встречаются нередко. И крайне важно, чтобы в вашем нагрете был кто-то, кто может изгнать желтуху из больного, напоив его отваром. Тут реальные болезни, тут никакой алхимии. Я надеюсь, дорогой читает, что знания, изложенные в этой книге, помогут тебе различать всевозможные растения и применять их. Потом упиваться вечером, утром они просыпаются в повалку друг на друга. Точно мешок с картошкой, не могли бы вспомнить. Ну, ясно. Короче, вот они названия грибов. Лучше поговорим о грибах. Да, лучше о грибах, которые растут по соседству. Марка Плота. Короче, неважно, большинство знает ее, как гриб-зонтик. Пестрый в некоторых регионах его называют змеиной шляпой. Гриб-зонтик весьма вкусен, а употреблять его в пище сырыми не следует. То есть, для чего вообще это нам? Ну, это может и пригодиться как-то, да? Ну, грибы, чтобы если мы куда-то в поход, в далекий пойдем, да? Тут, возможно, даже котелок с собой можно брать. Ну, то есть, полностью упаковать, как типа в поход лошадь, поняли, да? Для перехода. И там, если, допустим, в поисках бандита, ну, в поисках этих объявлений же мы, наверное, снимем где-нибудь у шерифа, там, вознаграждение за голову бешеного пса. И вот мы в поход за ним, а он где-нибудь в горах прячется, там, да, допустим, в горах, в горы отвалил, и там отсиживается с награбленным. И вот, видимо, вот эти все грибы, настои, чтобы раз он там вынослилась, голодный, ты костерок развел, приготовил быстро какой-нибудь там грибной супчик себе. Ну, поняли, я думаю, это с этим связано. Вполне возможно, это, конечно, может, я преувеличил чересчур, но, скорее всего, так оно и есть. Потому что здесь представлен мир Дикого Запада в полном масштабе, я так думаю. Учитывая все детали, как говорилось ранее. Так, ну да ладно, это не важно, давайте дальше исследовать. Это понятно, выбрать другую. Стирка, шитье, это нам пока. Стирка, шитье есть кому заниматься, там, бабья немереном. Какая нам стирка, шитье, видите, да, там. То есть, все есть кому заниматься. А вот нам надо с вами, так сказать, что это за ремонтный тут. А, ну, надо же помогать еще тут, так сказать, да, нам полностью какие-то работы выполнять. Что это такое? А, ну, шесть патронов, хорошо. Какие-то работы будем, видимо, выполнять для общего блага лагеря. Ну, допустим, там, я не знаю, рубка дров какой-нибудь, там, разжечь там костер, да, или освежевать тушу горного козла, там, я не знаю. Good morning, Arthur. Да? Доброе утро, good morning. Miss, как они говорят? Good morning, miss, excuse me, miss. Hello, sir. Hello, miss. How are you? Fine, thanks. Ну, это расхожие фразы, да, у них. Fine, thanks, типа, у них все хорошо. Хорошо, спасибо. Так, ну, да ладно, это мы, fine sense, это понятно. Что это такое? Что это такое? Читаем, 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 читаем. Как читать? Нет, ты что-то, блядь, неправильно читаешь. Читать у нас так. Да, куда ж ты? Надо все почитать, так быстро пробежим, мы же с вами тщательно. Так, стихотворение моря. Была я невинностью самой, услышала твой зов. Тебе по морю плыть велел, все отдала без слов. Мой милый, лифий, невелик, страна вольна, любовь, как крик. Была невинностью самой, услышала твой зов. Это я так тон тянул, помните, Анна Ахматова. Она ж так читала там. Высокий, темный, полон сил, со мной ты быть готов. И сердце лучшее с призов, все дала на зов. Ну, как бы так, тянула. Интонацию от сердца шла у меня. От сердца, да? Почему она действительно у нее хорошие стихи? Ну, это сейчас не актуально в наше время. Так, а это что за сундучок мудрости? Тихо, что там, Артур? Пожертвовать. А, ну это сундучок, который вам просил, если что там, накидывайте бабосов для общего блага, да? Накидывайте бабосов для общего блага. Ну, давайте, почему нет? Это у нас, видимо, какие-то показатели вырастут, если мы накинем бабосов. Так, а как мы накинем? Так. Ну, немного, да? Так, допустим, там сколько? 10 центов. Для начала просто. Что нам сейчас? У нас там, и это может деньги пригодятся. Я еще не знаю, какой ценник в салонах, во всех этих магазинах. Там, если салончик... О, видите? Молодец, Артур! Что-то подросло там, какой-то показатель. То есть, я к чему веду? Нам надо по оружию разобраться. Там можешь подобрать что получше, понимаете? Поэтому пока бабосами раскидываться нам не стоит. Патрончиком разжиться и так далее. Здорово, здорово. Просто выбери место. А, я что-то пошутил, Артур не понял его, да? Артур, короче, не понимает таких шуток. Так что, отвали от меня. Ну, как отвали, они вместе работают, да? Мы должны, так сказать, взаимопонимание, как вот. Среди, кофе можно подкопить. Класс. Видите, да? Пить. Р2. То есть, он не сам пьет, а мы с вами пьем сами. А, ну, там изначально нам сказали, да? То есть, ешьте, пейте, там, спите, отдыхайте. Что вы там все статусы и тому по... Я же поотключал кое-что, да? Вон у меня статус здоровья, выносливости видели, да? Соответственно, кое-что я отключил, может, просто не видно. Они там растут по-любому. Ну, в общем, в прогрессе можно посмотреть. Но суть в том, что мы будем так периодически это делать. Я думаю, всегда он себя будет чувствовать хорошо. Вот, можно прямо на землю сесть и отдохнуть. Соответственно, успокоиться, допустим, после. В любом месте, причем, это можно сделать, я думаю, да, отдохнуть. Не обязательно у костра. Я думаю, это можно сделать в том месте. Хотя, не факт. Ну, да ладно, посмотрим, осмотреть. Что такое, кто такие? А, ну, это у нас, как его, Хавьер, да? О, не Хавьера, как его там звали. Черного у нас. Ну, да ладно, короче, не важно, как его звали. Что-то у него, получается, индианку, видим. А, ну, он же что-то рассказывал за свою семью там. Индианка, вот это вот, видели? Его жена там, дети, он лишился их. Скорее всего, тогда же черные были не в милости. Не забывайте, какие года. Во-первых, там рабство процветало. Это что касается отношений белых к черным. Ну, еще и плюс индейцы. А индейцы, смесь индейца с черным, это вообще вызывало такое отвращение со стороны расистов. Ну, в смысле, не расистов. Тогда такого понятия не было. Я имею в виду, раб он и есть раб. Черный всегда считался рабом. У англосаксов. В то время, я имею в виду, именно в то время. Поэтому, естественно, такая смесь черного с индейкой, это вообще вынудило, видимо, каких-то беспредельщиков на неадекватные действия. Вот, смотрите, ребята, можно рубить дрова. Можно рубить дрова. Я вам об этом говорил, что здесь можно любую работу выполнять. Глянь сюда. То есть, рубите, тоже какой-то опыт получим. Соответственно, добряк для... В общую копилку для поднятия авторитета банды. Ну, в смысле, не авторитета, а обустройство там, да. Отношение их к нам улучшится еще больше. Может, авторитет заслужим. Там, глядишь, в последующем еще место дача займем. Ну, как оно всегда в играх получается. Ладно, вы отказались. Да, и пока нет времени. Там, видите, сколько еще дров. Мы так можем с вами долго этим заниматься. Для себя просто поняли, что всегда можно эту работу... Надо, конечно, до конца заканчивать. Чтобы получить некий бонус, эта работа должна быть завершена до конца. Я так понял. Видите, я остановился. А если бы я завершил, естественно, получили некий бонус. Так, что за дневник? Не берет, да? Получили бы некий бонус. Так, там какие-то у нас... Тут вроде медицина указывает на мини-карте. Наверное, какой-нибудь медик, его может спасти, еще нету, да? То есть, может, не все персонажи там... То есть, медика пока нет у нас. Скорее всего, вот что я думаю. Что бы медик появился на какое-то задание выполнить, да? Видите, пустует. А там хотя стоит крестик. Ну, в смысле, они медицинские. Символика. Символик это медицина. Но никого нет. Значит, еще появятся здесь персонажи и люди. Ну, то есть, постепенно в ум набирать других людей. Hello, hello. Hello, Mr. Morgan. Hello, Mr. Smith. How are you? How are you, Mr. Morgan? О, видите? How are you? I'm fine, thanks. Это я ему ответил. Он мне же спросил, как дела. Я ему сказал, я в порядке. Зато... Ну, сейчас я в порядке буду тогда, когда я съем рагу. Я съем все рагу и буду вообще в полном порядке. Смотрите, друзья. Он, думаю, он вживую ест даже. Ну, вообще, ну, разве это не потрясающая игра? Достаточно тарелки рагу, чтобы было все хорошо в нашей жизни, да? Ну, кстати, неплохое рагу. Видели? Такое насыщенное. Помидорчик, картошечка, свежая оленина, там, допустим, да? Нет, обычный рагу с крольчатиной, крольчатиной. Так, мадам. Киран. Ну, это, кстати, вот это мадам, видимо, вечером. Потом мы сможем за бутылочкой Брэнди, которую я спер в поезде, посидеть. У меня сигарка канает. Расслабиться, да? Киран, она, видимо, хорошая девчонка. Потом пообщаемся ближе. Так, что у вас интересного? Тут у нас Хозия и, как его, Хозия и, как черного звать, значит, Хавьер, по-моему, да? Ну, они тоже, видишь, рагу покушали, сейчас будут решать, чем им дальше заняться. На охоту пойдут. Нам тоже сейчас надо определиться, чем мы займемся. Ну, вроде все, да? Побрились, помылись, отдохнули, кофе попили, перекусили, дрова порубили. У меня тоже такая сигара есть. Да, неплохая. Я попробую потом, чуть позже. Неплохая сигарка, согласен. Неплохая. Ага, он задание дал. Спутники просят вас добыть какой-нибудь предмет. Короче, трубка, да, там что-то, трубку ему какую-то. Ну, это мелочевка там по пути, может, где нарастим, да, может, в магазине даже можно какую-нибудь трубку там.